В общем, пока он служит в армии, значит он такой придет, а я такая Привет! Я похудела, потому что страдаю! Такой я стала, благодаря своему мужу Добьются ноги, пойдешь на руках Побольше Мы с тобой крепкие девчонки, нам надо, чтобы все было Я все сказала Конечно Всем привет, вы на канале Рамит, я его ведущая Настя И сегодня у нас по-настоящему зожный выпуск Потому что у нас в гостях Абсолютная двукратная чемпионка России и Европы По фитнес-бикини Мария Мацкан Овации принимаю, овации прямо в этой студии Я даже похлопаю, потому что я очень рада, что ты пришла к нам Спасибо большое за приглашение Мне очень приятно быть сегодня вашим гостем У нас сегодня программа-то такая, максимум, да? Да, я надеюсь, что мы с тобой плодотворно поработаем Как на кухне, так и в нашей произвольной фитнес-зоне Да, мало того, что мы сегодня еще поготовим, так мы еще сегодня и отработаем то, что мы приготовим Это на самом деле очень интересно, потому что совместить готовку со спортом мне удавалось только дома В общем, пока я готовлю, обычно у меня в одной руке гантеля, в другой я что-то замешиваю И вот наконец-то меня пригласили в мою атмосферу, где можно и готовить, и тренироваться Будет интересно Будет как дома, и смогут наши зрители тоже это использовать И расскажи, как поддерживать такую шикарную форму, во-первых, как у тебя Для такой тонкой талии что нужно делать? Искать продукты, где написано No sugar Нет, на самом деле все очень просто Самое главное это сбалансированное, качественно приготовленное Потому что зачастую мы сегодня жертвой маркетинга Вроде бы нам производители пишут о том, что это все пп Но на самом деле это очень обманчиво И обычный обыватель, который абсолютно не понимает ничего в составе продуктов Зачастую ошибается и переедает А переедание у нас сразу же сказывается на нашей фигуре И многие девушки, которым кажется вроде бы, что я питаюсь правильно Но я вообще ничего практически не ем Ну, это самая часто распространенная фраза Начинаешь разбирать ее БЖУ и понимаешь, что а БЖУ-то косячная А углеводов она перебирает Белков, предположим, не добирает И тому подобное Поэтому сегодня мы с вами сладкоежки Мы с вами научимся готовить с пп вкусняшки, которые будут сбалансированы Вот это то, что нужно И я вижу, ты принесла с собой спортивное питание, я так понимаю Да, я во все свои вкусняшки добавляю альтернативу различным белкам Сахару, ну и так далее То есть мне очень нравится то, что у нас в компании есть клевые спортивные добавки Которые очень клево раскрываются в кулинарных шедеврах Скажем так То есть, например, если хочется добавить какого-то шоколадного вкуса То мы добавляем, например, не сам шоколад, а, например, шоколадный протеин Который в себе задержит меньше сахара, но больше белка И при этом очень вкусный шоколадный аромат Который ничем не хуже будет, чем, например, мы возьмем обычный шоколад И добавим в тот же самый кекс Это очень клево У нас много различных вкусов Ну, разной продукции То есть мне это тоже очень нравится, что мы не базируемся там, предположим Там ваниль, шоколад и банан А у нас прям целая линейка разных вкусов Это очень классно Мы регулярно выпускаем дополнительные вкусы Что позволяет давать больше шедевров Вот, я говорю, какие мы молодцы Ну и что мы сегодня с тобой будем готовить? Мы сегодня приготовим коктейль Мы приготовим сегодня меринговый рулетик И мы приготовим сегодня кексик Это такие вкусняшки, которые можно взять с собой, например, куда-то То есть они будут порционные А кексик у нас получится небольшого размера Это прекрасное, например, лакомство на завтрак Кстати, хотела отметить, что часто спрашивают А когда можно съесть сладость? То есть когда вот я хочу, например, ночью Там с чашечкой кофе съесть кекс Я не разрешаю То есть вот хотите себя побаловать Мы это делаем там, предположим, до 12 дня Почему? Потому что любая сладость, которая попадает к нам в организм Он пробуждает в нас инсулиновые скачки Которые от тебя делают такие прям Вау, ты, короче, что-то съела вкусное И такая зарентилась Тебя сразу же гормоны заиграли Тебе хочется движа А этот движ нужно направлять в нужное русло То есть, соответственно, это лучше сделать утром Побаловать себя Твой дофаминчик поднимается Такая сразу вся жизнерадостная становишься Может быть, мужу своему завтрак Там быстренько забацаешь какой-нибудь вкусный Поэтому зачастую вы часто, наверное, видите в инстаграм спортивных блогеров Что самый любимый прием у спортсменов Это завтрак Потому что на завтрак мы себе позволяем много всяких вкусняшек Дожил до утра, обожирался сладкого Да, у нас обычно, если какая-то там вкусняшка приготовлена Они откладывают в холодильник И говорят, господи, поскорее, уже завтра наступило Ну, это называется побаловать себя И плюс входить в нужный режим А как с тренировками тогда? Получается, с утра покушал сладкого и пошел тренироваться сразу? Или сколько это должно времени пройти? Здесь все зависит от нашего режима Ну, соответственно, с учетом работы То есть, если это профессиональный спортсмен У него, соответственно, спорт – это его работа А если это обычный, скажем так, человек Который работает бухгалтером, предположим Утром она идет на работу А вечером, как правило, мы тренируемся Здесь вот все зависит от вашего часового режима Я, конечно, советую, если это ПП-вкусняшки, как у нас сегодня На утро, вне зависимости Пойдете вы после этого на тренировку или на работу Вы все равно теряете энергию какую-то А перед тренировкой, но в зависимости, какая цель Если у нас набор, то мы грузимся обычно углеводами То есть, нам надо, чтобы мы наполнились Пошли, хорошо отработали И наша энергия, соответственно, потратилась в нужное русло Если мы худеем, то здесь уже, соответственно, питание немножко другое И после тренировки тоже есть определенные правила Либо мы грузимся, либо мы, наоборот, себя немножко ужимаем Поэтому все очень индивидуально Сказать конкретно, что тебе надо сделать именно так Это будет неправильно Нужно человека прощупать И тогда уже давать какую-то рекомендацию Хорошо И с чего мы сейчас с тобой начнем? Мы начнем с мерингового рулета Мы сейчас сделаем бисквит, который отправим в печь И пока у нас все это будет запекаться, мы сделаем кремушку А потом пойдем отрабатывать Раз, два, три После того, как отработаем, вернемся Сделаем себе коктейльчик Вот, и потом там уже посмотрим Если у тебя разыграется аппетит, ты скажешь, а может быть, чайку Мы еще и кексик замутим А он разыграется, Маша Ну так, и что нам нужно для мерингового рулета? Нам понадобится сегодня рисовая мука Всего 4 столовые ложки Нам понадобится крахмал Всего 1 столовая ложка Нам понадобится 4 яйца Из которых мы желтки будем убирать И оставим только белки Белки мы замешиваем до крутых пиков То есть ваша задача взбить их так, чтобы получилось облако Облако пышное Вот прям поставили туда ложечку, и она будет стоять Мы сегодня работаем с очень для меня интересной и новой техникой Правда, для меня это в новинку, потому что Знаете, что мне в первую очередь очень понравилось? Что все компактно Вот я как спортсмен, который постоянно где-то разъезжает Хочется всегда технику брать с собой Здесь мы будем сегодня делать муку Да Ты нам поможешь, да? Да, конечно Вот, это будет очень интересно, поэтому следите внимательно Это прям вот открытие для меня Ну и плюс очень много всяких интересных штук Вот это вообще мне очень сильно понравилось А мы вам все покажем и расскажем Для муки мы берем мини-блендер, маленький стакан И загружаем рисом Нам же рисовая мука Да, да Ой, вообще я так люблю, когда на кухне есть помощница Смотришь, значит, как она делает С какой техникой, с какой скоростью Красота Вот так смотри, украду к тебе, я к себе на кухню Будем вместе готовить Камеру выключите Я согласна Погнали Вот это да Вот сколько килограмм риса стоит? Ну, наверное, 70 Вообще рисовая мука вот во всяких зожных магазинах Она довольно-таки дорого стоит А вот вы представляете, мы сейчас взяли и за буквально 15 секунд сделали рисовую муку Во-первых, это какая экономия времени, какая экономия средств наших Короче, я в восторге И, кстати, вот прям реально мука получилась, я в шоке То есть она предназначена только для муки? Нет, абсолютно Здесь это вообще мини-блендер У него, во-первых, очень большой комплект Это блендер сегмента, так скажем, пониже стоимости, чем наши высокомощные блендеры Но при этом он просто функциональный до невозможности То есть он помимо муки еще, например, вот Смузи запросто сделает тебе При этом смотри, что есть в комплекте Есть еще средняя бутылочка размера И есть вот такие две крышки То есть ты так с утра себе накидала сюда, заморозки там, либо свежего Ну, что хочешь Так же вставила, ну, естественно, с ножевым блоком Сделала себе смузик, вот так закрыла и пошла себе на тренировочку Вот так Видали, друзья мои? Это вам не гугры-мугры Тут вам сколько всяких штучек есть Вот это да, вот это вообще, вот это находка Тут знаешь, из большой чаши там можно сделать фарш мясной Ну, либо там какие-то смеси для конфет, не знаю, что хочешь Также есть здесь соковыжималка для цитрусовых Прямо здесь насадочка Соковыжималка? Ну, я тебе так скажу, насадка вот такая для цитруса Просто давишь, и вот тебе сок сюда Чего здесь только нет Мне каждой минуты нравится все больше и больше Так, осмотрите, какая у меня есть вещь Мы сейчас попробуем ей взбить белок Знаете, что мне капец как понравилось? То, что эта тема, она без провода Вот знаете, как меня раздражают на кухне провода? Я сделала себе тысячи розеток И у меня постоянно эти провода, они перетягивают на еду То есть, они постоянно мешают А здесь что удобно, то что, во-первых, можно взять везде с собой Я белки взбиваю постоянно, потому что мне нравится их запекать в духовке А здесь еще и без провода, он на аккумуляторе Друзья мои, я в дичайшем восторге Я не знаю, слышите вы меня или нет, но я буду очень громко вам говорить об этом Я вообще, я в восторге Вы представляете, аккумуляторный венчик взбивает белки не хуже, чем венчик, который встыкается в розетку Прикольно, смотрите, мы пока еще до пиков не дошли, но уже белки хорошо схватились, это клево Скоро дойдем, но я уже дошла до нужной консистенции муки, я думаю Давай я открою, тебе покажу Давай Сейчас мы попробуем Класс, вообще просто пух Пух, пыль вообще Ну что, друзья мои, вы посмотрите вообще в какую пену мы взбили вот этим вот мини-монстром Знаете, какое я только что открыла для себя супер преимущество данного венчика Что у нас здесь есть силиконовое покрытие А это говорит о чем? Что мы можем вот так вот его поставить Вы хоть один венчик в вашей жизни могли поставить вот таким образом? Я все время ищу какую-то тарелочку, чтобы его вот так вот положить и не испачкать свою кухонную поверхность Давайте замешивать наш бисквит Мы взбили до пиков белки Наша задача теперь добавить 4 столовые ложки муки и ложку крахмала Крахмал нам нужен для того, чтобы у нас бисквит с вами прям совсем не рухнул вниз То есть мы добавляем прям чуть-чуть Замешиваем мы с вами аккуратно, то есть прям не надо вот активно прям мешать по всей тарелке Мы с вами не фарш перемешиваем, а мы перемешиваем с вами пористую, воздушную, нежную, очень нежную текстуру Как тебе вообще в голову пришло стать чемпионкой? Вот это откуда в тебе взялось? Хороший вопрос, как тебе в голову пришло стать чемпионкой? Вот ты знаешь, я утром как-то спала, так и думаю, блин, а что мне сегодня чемпионкой не стать? Вот, но на самом деле в голову мне пришло это совсем случайно Мечтала, конечно, я всегда о красивой и стройной фигуре Я в принципе не была никогда такой прям супер пышкой Но именно кубиков на животе у меня никогда не было Я всегда смотрела на девушек спортивных Я много лет занималась бальными танцами Совсем случайно увидела в какой-то рекламе девушку, которая была прекрасной фигурой И мне казалось, что такого у меня уж точно никогда не будет Хотя я всегда мечтала быть на обложке какого-нибудь журнала Там, знаешь, в красивом мини-бикини Вот, но думала, боже мой, боже мой, ну неужели я когда-нибудь могу быть такой? Но такой я стала благодаря своему мужу Он всегда стремился к тому, чтобы я была в хорошей физической форме Потому что он в хорошей физической форме И однажды, знаешь, как он мне сказал? Может быть, кто-то скажет, что это неправильно Но меня это сподвигло Он мне сказал о том, что пара, мужчина с женщиной Они должны друг другу соответствовать То есть, если, например, ты в хорошей физической форме То и твоя вторая половинка, ну, должна стараться тоже вот выглядеть хорошо У меня, конечно, я могу дискутировать на эту тему очень-очень долго Нам тогда придется с тобой не три рецепта приготовить, а десять Это очень интересная для меня тема Если вы, зритель, вас зацепила эта фраза То оставьте свой комментарий обязательно под этим выпуском И, может быть, он зайдет, и мы как-нибудь под чашечкой чая Или, может быть, под бокал вина Мы решим побеседовать на эту тему, да? Я думаю, да Я начала ходить в зал, я наняла себе тренера Я не планировала выступать Я просто хотела привести себя в порядок И, о боги, в один прекрасный день в наш зал ворвалась красивая девушка И я на нее вот так вот смотрела и думала, боже мой Вообще, мужчины обычно смотрят на красивых девушек Но тут у меня вот так вот вывернулась голова Я спрашиваю у своего тренера Каким видом спорта занимается данная атлетка? Вообще, вот ее манера была пройти вот в этом зале Она меня очень сильно восхитила Он мне сказал, что это фитнес-бикини Я не знала, кто такие фитнес-бикини Я пришла домой и такая Окей, гугл, кто такие фитнес-бикини? В общем, и прочитала и увидела, что это направление бодибилдинга На то время это было абсолютно новое направление И какой это год был? 17-й год И бикини тогда выступали, наверное, уже где-то, может быть, ну, лет 5 То есть достаточно... Я могу сейчас накосячить в плане сроков Но это была достаточно новая номинация Ну и все, и я вдохновилась А так как я баленник в прошлом Я всю жизнь танцую в блестящих платьях в стразах И, конечно, мое сердце было покорено вот этими блестящими купальниками Я когда увидела, в каких купальниках они выходят Я такая, о май гад! И вот тогда мне не нужно было быть чемпионом Ну, я не мечтала быть чемпионкой Я мечтала выйти на сцену в таком красивом купальнике Ну и, конечно, к этому очень сильно стремилась, старалась Нужно Чапоточку соли еще И сахарозаменителя Это аэрогриль Аэромит модерн Он, во-первых, нам подойдет с тобой для выпечки Казалось, что будем выпекать Мы выбрали его Потому что здесь есть такая возможность За счет того, что он бесконтактный И да, его надо будет разогреть Сначала мы вынем вот такую решеточку На ней обычно стейки жарят Вкусные, сочные Можно без масла Наверное, это важно для спортсменов И да, сейчас подключим, разогреем Тогда мы на пергаментную бумагу выложим наше облако Аккуратненько его разровняем И аккуратненько туда положим Хорошо Да, здесь есть такая возможность Вот смотри Казалось бы, обычная чаша для выпечки Да Она обычно нам служит для улучшения циркуляции воздуха Чтобы обжаривать мясо, либо рыбу со всех сторон Вот Здесь, кстати, можно и сушить, и жарить, и мангалить Я начала говорить про мясо, рыбу У меня, конечно, весь рот слюной уже забился Такая, говорит, она жарить, там пальцы Сочная, вкусная Да, 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 вообще класс Шашлык можно делать Можно сушить помидорки Так, а как долго ты разбиралась вот в этом мини-телевизоре Где я вижу только слово OFF Он уже кнопочек там очень много Сейчас будет он Все будет play Насколько он дохочев для обычных смертных, как я На кухне, с которой с техникой не очень дружат Вообще, как говорится, на изи Интуитивное управление Вот есть кнопочка Которая выполняет Интуитивное управление Так Просто выбери Просто Нет, на самом деле все подписано Вот все режимы Их тут шесть Кроме основного режима Аэрогриля Можем мы здесь с тобой выпечку сделать Соответственно, мы ее выбираем просто Вот она у нас Выпечка, да? Сверху, да, выпечка То есть можно и пирог какой-нибудь с капустой Яйцом, да, например, сделать? Да, вот сюда в эту же чашу Просто погружаешь смесь, которую ты хочешь Закрыла Вот я говорю бесконтактный гриль Поэтому Можно не бояться, что там что-то пригорит Ой, я бы шарлотку каждый день бы там готовила Да Ясно А потом бы, наверное, долго отрабатывать шарлотку пришлось Мне просто интересно А потом бы просто в отпуск бы такой Даже затяжной бы у нас был по форме Так, вот нам пергамент Смотрите, что мы делаем Мы наше облачко Оно у нас прям вообще очень скользкое Оп Расправляем И смотрите, мы лопаткой с вами аккуратненько разглаживаем Предупрежу сразу же Бывает зачастую такая вещь Мы сюда не добавляли желтки Соответственно, у нас здесь очень мало муки Мука у нас рисовая, не пшеничная Поэтому в ПП-варианте Наше облако может прям сплюснуться Вот до такого плоского состояния Не пугайтесь, потому что это ПП-формат Вы красиво завернете это все с нашим кремом С ягодками Они добавят слегка объема нашему десерту И будет смотреться очень аппетитно и очень красиво Скажи, пожалуйста, на какую температуру мы будем ставить бисквит И сколько нам понадобится времени вот в такой печи, чтобы наш бисквит схватился Я предлагаю тебе вот температуру, как собственно и выставлено уже в аэрогриле для режима выпечки Это 175 градусов Ну время, с учетом того, что в духовке ты делаешь за 15-20, я предлагаю сделать 10 Давай, ну если что, в любом случае всегда можно подсмотреть Ну и все, и вот на старт погнали, он сейчас разогреется Я очень много готовлю Вообще, почему меня прозвали Баб Маши? Потому что история моя такая, что я люблю выпечку готовить Я ее не люблю есть, тесто я не очень люблю, но я люблю готовить Я считаю, что внутри меня пропадает талант слоеного теста Видишь, я настолько сильно люблю готовить вот что-то, ну, слоеное Вот какие-то булочки, какие-то палочки И поэтому меня прозвали Баб Маши Потому что я постоянно на кухне со скалкой стою, что-то готовлю Пироги – это моя фишка Тебе нужно немножко развернуть в мою сторону Все, все, мы вот так вот быстренько погрузили Так волнительно Та-дам! И он сам начал работу Погнал Офигеть! Нам с тобой нужно приготовить начинку Начинка у нас будет капец какая вкусная Мы будем добавлять рикотту, сахарозаменитель, немножечко йогурта И все это нам нужно размешать И, конечно же, какой меринговый рулет, это без ягод Ну, вообще, меринговый рулетик нужно дать настояться Ну, желательно ночь Но у меня почему-то… Сейчас только не вытерплю У меня почему-то никто дома не может вытерпеть такое время Мы съедаем его сразу же Поэтому я стараюсь использовать свежие ягоды Клубника, либо малина Можно использовать и другие ягоды, типа как голубики Но они не дают сок красочный Поэтому мы сейчас дадим тебе задание Ты будешь… Ну, давай Но не всю, только клубнику резать Нам буквально надо пару ягодинок Тем самым временем пока размешаю нашу рикотту Итак, мы добавили сахарозаменитель Я добавляю одну чайную ложечку Ну, чайная ложечка, я имею в виду, это мерная ложка у прайм-крафта Мы добавляем с вами 150 грамм рикотты Я хочу добавить йогурт Добавлю прям совсем чуть-чуть Вообще нужно 50 грамм, но я добавлю поменьше Йогурт любой можно добавить? Ну, я добавляю безлактозный йогурт Но здесь уже, конечно, вы смотрите, что у вас есть Блин, класс Так, ну все шикарненько, я все взбила Моя помощница сегодня на кухне вообще меня очень выручает Я прям вообще очень довольна этим венчиком Заберу его с собой Так, кремушка готов Бисквит наш готов Боже мой, я так волнуюсь, боже мой, что у нас там получилось? Привет! Адрян! Так, ну что, давай, ты мне будешь помогать Давай, чем помочь? Тебе нужно открыть эту чудо-машину Ну как? Ребятушки, у нас получилось У нас получился пирожочек Вообще, я прям в восторге Оп Офигеть Знаете, что я вам хочу сказать? Что у нас в аэрогриле Я уж не знаю, сейчас подождите Должно пройти буквально 30 секунд для того, чтобы он опустился Он по чуть-чуть может опускаться Но вы знаете, судя по тому, как у нас замололась мука Я хочу, я не знаю Я вот сейчас просто вот так вот встану Вы слышите вот этот хруст? Хруст! Хруст! Ребята, у нас получился настоящий, хрустящий, меринговый бисквит Ура! Мне очень интересно, как он получится не в составе ПП Во-первых, это очень вкусно пахнет У нас он получился достаточно ароматный Это тоже очень важно Потому что хорошая техника Она позволяет сохранить вкусовые и ароматные качества продукта То есть он не просто выветривает, да, и получается непонятно что А у нас присутствует очень вкусный такой, знаете, поджаристый аромат Даже моя духовка, если честно, не дала мне вот такого вот бисквита на днях Вот у меня Тойки, давай свою духовку Да, да, я уже знаю, что я попрошу Мы тебе подкинем аэрогриль Я уже знаю, что я попрошу своего мужа на 8 марта Итак, смотрите, что мы делаем Мы берем с вами наш крем и начинаем его вот таким образом Вот прям смело обмазывать наш бисквит Вообще я очень люблю это делать Вообще я начинки никогда не жалею Начинки должно быть много Да, я с тобой солидарна Причем везде, если это пельмени, вареники, не важно, чебуреки, пирог Это вот должно быть такое тесто тонюсенькое и вот столько начинки Да, вы заметили, что мы когда начинаем готовить выпечку, мы говорим о чебуреках, о пельменях Да, то, что нужно на фитнесе, да? Да, да Кстати, вот в какой период можно спортсмену употреблять такое? Получается, когда массу набирают, да? Конечно, мы не едим на массе жареное, жирное и не ппшное То есть никогда нельзя пельмени и чебурек? Да нет, когда-то можно, когда ты заслужил Когда ты, например, показал хорошую динамику по форме Ну, предположим, дадим тебе промежуток в месяц Ты можешь устроить себе читмил, будь то это либо сладкая загрузка, либо какая-то более жирная У всех свои предпочтения У меня это сладкое То есть я очень люблю халву и шоколад Вот за халву маму родную продам Вот я тоже за сладкое Я готова сегодня поработать, чтобы вот потом наесть за сладкое Ведь она готова сегодня поработать, чтобы мы ее накормили сладким И мы это сделаем Итак, прекрасно, ты очень измельчила Смотри, тебе нужно просто равномерненько разложить по рулетику ягодки Плотно или как тебе душе угодно? Здесь сейчас ты хозяйка движения Вот прям отлично, прям кладешь Ну, конечно, побольше лучше Побольше, я тоже люблю, чтобы побольше Мы с тобой крепкие девчонки, нам надо, чтобы все было Боже мой, она так щедро кладет этой клубнике, что я думаю, боже мой Она завернется вообще? Вот это хозяйка Мы завернем Никуда она не денется, мы заставим Начинка, конечно, может немножечко двигаться вперед Если, например, когда вы заворачиваете рулет, не пугайтесь, что начинка съехала Мы просто ее снимаем, в тарелочку убираем Либо просто скушаете, либо в дальнейшем можно будет куда-нибудь ее приспособить Не бойтесь, пожалуйста, рулета Он достаточно эластичный Если мы готовим не ПП-вариант, он у вас будет трескаться, крошиться, сыпаться Это хорошо, он так и должен У нас такой более ПП-вариант, поэтому он вообще очень эластичный Видите, как у нас начинка начала двигаться вперед? Вот, но мы ее победим Еще бы, навалились только Ну, я Да, но мы ее победим, ничего страшного Может немножко на обратной стороне прилипать сам бисквит, но не пугайтесь Оп, и мы вот так вот его сдвигаем вот сюда Вообще, когда вы подаете на стол, боковушки мы заранее обрезаем Ведь все же должно быть красиво Подавайте вкусно, готовьтесь всегда, продумывайте тщательно подачу Потому что в первую очередь мы едим визуально А только потом уже воспринимаем пищу на вкус Нам надо, чтобы наши гости, когда увидели твой десерт, они сказали Боже, как это красиво, как это вкусно А ты такая, ну да, теперь осталось попробовать Смотрите, что мы делаем дальше Мы украсим тем кремом, который у нас остался Ты нам красиво на дольке разрежешь одну ягодку Зелень вам придаст просто свежести вашему тортику Он получится прям такой вот Да, такой прям очень-очень вкусненький Оп Красота Далее мы можем добавить вот сюда вот так вот орешек Вот сюда Итак, нам понадобится ситечко с вами для того, чтобы Красиво украсить это все какаушкой Ну, это на самом деле просто сейчас мне пришла такая идея Но здесь вы можете использовать там сахарную пудру немножко, ничего страшного Мы просто вот таким вот образом красиво придадим волшебства нашему десерту Мне кажется, что это очень красиво Ты посмотри, какая у нас получилась красота Пока мы с тобой не успели попробовать, надо, наверное, пойти потренироваться, да? Какие требования к спорту? Что хочется от своей фигуры? Маш, ну конечно же упругую попку Ну понятно, это в общем самая частая проблема всех женщин Мы хотим попу 360 Ну что, самые основные у нас упражнения, как правило, это присед Хочешь красивую попу, идем приседать Итак, учимся приседать Ножки мы ставим с тобой на ширине плеч Я думаю, что не надо прям сильно широко Носочки мы расставляем с тобой слегка в стороны Если мы носки поставим параллельно и будем приседать с ровным приседом Зачастую у девочек напрягается квадрицепс Поэтому наша задача слегка развернуть носочки И смотри, что мы с тобой делаем При опускании вниз твоя задача прогнуться максимально в пояснице Тем самым ты растягиваешь заднюю поверхность бедра Мы садимся до параллели Самое сложное, это сконцентрироваться на ягодичной мышце Мы направляем свой мозговой импульс полностью Это называется нейромышечная связь Она зачастую у тех, кто постоянно не тренируется, она не налажена И, соответственно, когда они приседают, они говорят Блин, я не чувствую ягодицы Нужно сконцентрироваться Присела, прожала ягодицы И уже с прожатыми ягодицами ты поднимаешься наверх Молодец Ты сейчас опускаешься прям совсем низко Твоя задача до параллели Так, вытянуть туда надо попку назад, да? Попку назад, но при этом не... Попка красиво звучит Но при этом не опускаем корпус сильно вниз То есть получается, что ты клюешь корпусом вниз Соответственно, напрягаешь свою поясницу Корпус у тебя ровный, макушка ровная Стараемся работать только с акцентом на ягодицы О, я почувствовала ягодички Молодец, у тебя очень хорошо получается Прям вообще умничка Давай Два Так Три Очень хорошо Старайся корпус держать еще более ровнее То есть ты можешь смотреть в верхнюю точку Потому что когда ты начинаешь смотреть вперед У тебя корпус заваливается вперед Наша задача, чтобы ты ровненько Да Выдохнула Вдохнула Отлично Я уже не считаю Не знаю, сколько раз мы с тобой сделали Маш, я это тоже не считаю Но будем с тобой до ночи, в общем, приседать 12 часов Да, но мне кажется, что у нас с тобой очень легко получается И у меня есть волшебные резиночки Я всегда с собой их ношу На случай, а вдруг надо подпампиться Тебе какой? Полегче или пожестче? То есть ты решила мне усложнить задачу, да? Ну, естественно, да Ладно, дам тебе полегче Себе возьму посложнее Хотя бы за это спасибо Ну, мне кажется, что все спортсмены у себя где-то за пазухой Носят либо гантели, либо резинки В общем, какой-то такой жесткий инвентарь, который дает им неплохую нагрузку У меня это резинки Вы неожиданнее, чем кажетесь У тебя колени не должны смотреть вовнутрь Когда идет сопротивление То есть твоя задача, чтобы коленки не разворачивались вовнутрь Колени мы разворачиваем в сторону Отлично У нас идет натяжение резинки И мы также с тобой делаем все то же самое Только уже с резиночкой, соответственно, будет немножко сложнее Поехали Немножко, да? Немножко, да Резинка дает очень хорошее сопротивление Может поначалу вам показаться, что Ну, вроде не сложно Возьмите резинку чуть потуже Если, например, нету тугой резинки, оденьте две резинки Ох, как там горячо-то Ой, а мне так нравится, да Я уж тоже немножко упыхалась, понимаете Объяснять еще и тренироваться Но мне нравится Класс Супер А я до дома-то дойду Или сегодня здесь ночью Ну, добьются ноги, пойдешь на руках Они у меня слабенькие А что делать? Вот зато прикинь, как прокачаешь Кстати, может следующее упражнение? Я пока еще не сильно устала Разгорячилась Ну, отжиматься мы не будем Да, у нас будет с тобой сегодня три упражнения Три рецепта, три упражнения Упражнения все будут направлены на ягодичную Следующее упражнение, оно будет тяжелое Резиночку тебе придется одеть обратно Твоя задача будет опуститься вниз Я называю это танцующий крабик Либо подвижный крабик, либо танцующий Так Крабик Крабиком я еще не была Колени так же, да? Все, все так же? Да, ты садишься до параллели Здесь у тебя забиваются не только мышцы квадрицепсов Но еще и ягодичные Забиваются А двигаться тебе нужно будет достаточно активно Если будет тяжело То есть мы с тобой делаем шаг в сторону Шаг в сторону Если ты чувствуешь, что все, капец, я устала Мы начинаем с тобой пританцовывать Шаг назад Шаг назад То есть, грубо говоря, это дает мозгу на новое движение слегка облегчить нагрузку Тяжело, но здесь нужна адаптация То есть с каждым разом тебе все будет легче, легче То есть уже можно будет добавить утяжелители на ноги Не надо, у тебя там где-то в другом кармане, да, лежат они? У меня они с собой есть На каждую ногу по 2,5 килограмма повесим И будет вообще шикарно Итак, поехали Опустились вниз И погнали Шаг в сторону Шаг в сторону Молодец Другую сторону Два, да? Да Раз Два Молодец Спина прямая Идет прогиб в пояснице Дышим Можно, конечно, взять, например, какой-нибудь утяжелитель в виде гантели Маша, я устала Терпим Дальше поехали Шаг назад Устала Значит, делаем шаг назад Это, конечно, альтернатива тоже достаточно сложная Но ее можно заменить То есть здесь все зависит от вашей мышечной выносливости Старайтесь всегда сконцентрироваться на упражнении Потому что когда у тебя стоит какая-то установка Так, мне нужно сделать 10 раз И вот она встала И такая Раз Два То есть, соответственно, она задает себе ограничения с 1 до 10 И она уже на 10 раз встает Я всегда стараюсь сделать по максимуму То есть у меня нет установки на количество Я стараюсь сделать так, пока у меня не закислятся мышцы И я не пойму, что все капец-пипец Я не останавливаюсь То есть моя задача прям максимально проработать целевую мышцу Третье упражнение Что бы мне такого тебе сложно было дать? Может, на грудь? Вот я хочу, чтобы упругая была она Грудь Да Я, кстати, видела Грудь Я делала такое Когда поняла Когда я в инстаграм у тебя увидела фотки Ты там вся такая шикарная И вот тут тоже все такое Ты знаешь, сушка дело очень коварное Когда ты на массе, у тебя все красивое, наливное, большое Когда ты на сушке, у меня, к сожалению, как, ну, своя натуральная, естественная грудь Она у меня уменьшается очень сильно Зачастую, кстати, я думаю, что это безумно интересно будет девушкам Это очень часто тема для обсуждений Что делать, когда у нас проседает грудь И она слегка теряет форму и опускается вниз Конечно, нам нужны упражнения на грудные мышцы, чтобы мы могли их слегка подтягивать, да? Но, конечно, если, как бы, ну, есть проблема, да, там, с пластикой, скажем так, грудью То есть она вот как бы совсем упала и там совсем уже вот все печально Скорее всего, это нужно хирургическим путем ее поднимать Но зачастую у нас есть много классных упражнений на грудные мышцы Мне нужен инвентарь, мне нужен гантель, чтобы мы могли с тобой потренироваться Но, например, у нас с тобой есть резинка Резинка это тоже очень интересное приспособление Я не знаю, насколько, ну, мы можем, конечно, делать упражнение вот таким образом То есть у нас прорабатываются мышцы Но давай я попробую немножко проэкспериментировать и попробовать сделать другое упражнение Сейчас это экспром вариант, я его делаю впервые Но мне кажется, что оно получится Я очень люблю делать жимы То есть мы с тобой отжиматься от пола не будем, потому что мы на кухне И нам нужны чистые руки Но мы можем попробовать поработать с резинками И мы с тобой делаем жим, получается, перед собой Опасность в чем? Опасность в том, что у нее резинка чуть полегче Попробуй ее одень И самое главное, чтобы она не лопнула Потому что если она лопнет, она даст ей пощечину Вот, это будет очень интересно Наш оператор сможет смонтировать смешной видеоролик И мы станем миллионниками Ну, ради этого стоит принять Поставить старую щеку Ладно, в общем, давай попробуем Смотри, чтобы по рукам было не больно Потому что резинка такая достаточно тугая Может немножко тебе прижать пречики Смотри, твоя задача вот как в отжимании Мы с тобой выталкиваем За счет силы грудных мышц Мы выталкиваем резиночку вперед Поехали А у меня, кстати, коврики есть А нет, нам коврики нет Мы можем и без ковриков Поехали Она, видите, все пытается найти какую-нибудь альтернативу упражнениям Но она даже не подозревает, что если я дам ей упражнение отжимания Мои самые любимые упражнения То мы умрем с ней намного быстрее Тогда ладно, с резиночкой Класс, да? И каждый может дома это делать, правда? Конечно Резинку купил за 150 рублей И все Самое главное, чтобы волосы вам не заживала эта резинка Такое бывает Сейчас Как удобно, так можно делать каждый Вот, в общем, вот такие несложные упражнения Но согласись, вот я уже вспотела То есть они меня разогрели очень круто Мы сейчас будем делать как ты У нас такая была с тобой интенсивная тренировка Вроде ничего такого не сделали А уже аппетит разыгрался Да, но в первую очередь очень хочется пить И давай мы с тобой сделаем сытный напиток Это будет протеиновый, настоящий спортивный коктейль Нам понадобится молоко Молоко, кстати, можно использовать как миндальное, ну, растительное Так и обычное В зависимости, сколько жиров вы себе позволяете Я больше за растительное молоко, чем за обычное Я решила попробовать сделать экспресс-вариант Нам рассказали про чудо-стакан И, короче, я хочу попробовать вот прямо себе сделать Вот знаете, как пошел на тренировку Хочется быстренько приготовить что-то, покушать себе Оп, сейчас я закину Сделаю себе коктейльчик и свободную тренировочку А ты сделаешь такой гостевой больше вариант В большом количестве Посмотрим, на что способен этот монстр Выглядит он очень внушающе Мне кажется, что коктейль он делает очень клево Так и есть Здесь три лошадиные силы И еще он вакуумный Афигеть! То есть для спортсмена, мне кажется, это вообще актуально Такая вещь, которую ты покупаешь один раз И, наверное, его на всю жизнь хватит Да-да-да, сто процентов Тем более для коктейлей он вообще решает более сложные задачи Но для спортсменов, мне кажется, очень классно Тут завакуумировал, и вот тебе там до вечера свежий смысл Класс! От тебя вот такой мобильный вариант Да, у меня вообще прям супер У меня круче Меня можно взять с собой Да, все, что мобильное, это все очень удобно Так, только ты рассказывай Руководи Так, смотри, нам понадобится столовую ложку Думаю, две столовые ложки я добавлю себе творога Творог, спросите, какой мы по жирности берем Я вообще советую брать от 5% жирности Почему? Потому что все остальное для меня Это просто бесполезная молочная продукция Мы берем от 5 до 9 Отлично, ну, я думаю, что можно даже, наверное, еще полпачечки Вот так вот мы тебе добавим сюда Все, хватит Чем больше, тем лучше Хватит Далее мы добавляем ягоды Я добавлю буквально чуть-чуть, так как у меня порция маленькая А ты можешь добавить все остальное Да, добавлю немножко Потому что это на украшение, да, оставляем? Одну ягодку мы оставим на украшение, да Сюда пока я не отложу Да А это все могу, да? Да Блендерить Да А это все можно заблендерить Слушай, а лед там тоже можно размолоть? Конечно, конечно Назадаешь коктейлем Да, то, что мы делаем сейчас, это коктейль А когда мы добавим замороз кустовой, это будет смузи И блендер, он как раз-таки рассчитан, ну, говорю, на более сложные задачи Там можно и густые смеси делать, и лед дробить, и такой Блендер навсегда Так, я немножко себе порежу, такой саблей просто порежу себе бананчик Почему-то мне хочется банана сюда чуть больше добавить Держи Это твоя часть Я не буду разрезать, я так Ну да, можешь, наверное, даже и вот этот еще туда добавить Далее, мне хочется Ну, я добавлю Мне хочется добавить немножко сахалзама, вот Чтобы было повкуснее, послаще Вот, а ты уже смотри сама Если захочешь, можешь немножечко добавить Далее, мой любимый Шоколадный протеин Там есть мерная ложечка, да? Да, у нас в каждой упаковке есть мерная ложка На ней написано, сколько там миллиграмм Это очень удобно для тех, кто, например, ведет подсчет У нас 50 миллиграмм в одном скупе Нам надо буквально, ну, там, 28 грамм на порцию, да Но я плюхнула бы это вот дело вот так Раз Я бы прям щедро это сделала Потому что здесь у нас в данном случае порция большая Какой запах, Маш Он капец, какой аромат Пахнет, как Несквик Да, 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 он реально как Несквик пахнет Мне тоже очень сильно нравится Поэтому это один из моих любимых вкусов Тебе я добавлю буквально, ну, 30 грамм У меня порция здесь буквально маленькая Поэтому я много добавлять не буду Маша, я еще хочу узнать А вот эти добавки, как правильно называется Это питание, оно не вредное? Просто есть стереотипы такие, что вот Качки едят протеин, а потом там Это все сказывается плохо на их здоровье Что там одна химия сплошная? Нет, у нас вообще максимально качественный продукт Я прям вручаюсь за него Была на фабрике, и у нас самое лучшее Самое лучшее сырье на рынке У нас очень чепетильно идет отбор сырья, из которого мы готовим данный продукт Будь то протеин, или какие-то там батончики, сахарозаменитель То есть это очень чепетильно проводится проверка нашего продукта Что касаемо спортивных добавок Они не всем нужны Конечно, как бы мужчинам они чаще нужны Мужчины чаще не могут добрать белка Поэтому они используют протеины, изоляты А девчонки, ну, реже пользуются протеином Это для меня чисто, как вот я, как спортсмен Я протеин вот так вот в чистом виде коктейля не пью Я больше добавляю их в какие-то вкусняшки Просто, чтобы увеличить количество белка Но в целом мне хватает обычной еды для того, чтобы восполнить свой белок Я себе чуть-чуть добавляю молочка Наверное, вот так это будет А ты можешь прям все окончательно до конца Так, и что? Я, в общем, вот так вот это все дело закручиваю Да А ты вот туда вот закрываешь А я закрываю, да У меня крышка тут есть с вакуумной технологией Я даже думаю, что почему бы нам ее и не использовать Я и сделаю Клапан для этого поверну Вот так Ну, а потом уже просто нажмем нужную кнопочку Как интересно, как интересно В общем, я сейчас вот это все дело переворачиваю Ой, ребята Все, у нас все включено, я переворачиваю Вот тут такие дырочки специальные ставлю Ну что, мы одновременно с тобой будем нажимать? А у меня все равно еще будет вакуум-воздух Высасывать Вот что и высасывает в воздух? Да, ну вот так и создается вакуум Сейчас я сделаю тогда Давай, я посмотрю, а то я вот не знаю, на какую кнопочку тут надо нажать Вакуум Выбираю режим смузи И play Сейчас он будет отсасывать в воздух Вот, это сейчас идет процесс вакуумации кувшина Видишь пузырики вот? Да, он как будто всасывает его сейчас Да, вот здесь шланг находится Ну, специальный насос точнее Вот, и через вот этот вот колпачок он все высасывает И он сам пока вот То есть нам не нужно его выключать Он сам все выключается настоятельно, автоматически Да, здесь запрограммированы режимы Я вот выбрала колесиком изначально режим смузи И у него запрограммировано 30 секунд на это Все, он получается воздух выкачал Когда понял, что завакуумировал чашу Сам начал там все бунтарить Знаете, на что я обратила внимание? На то, что благодаря такому режиму Выделено точное время перемалывания Ну, не знаю, как это правильно сказать Ну, приготовления смузи Потому что мы зачастую, ну, обычные люди Которые, в общем-то, не знают, какая должна быть текстура у данного смузи На свой взгляд стоим, держим, значит, и ждем Ну, даем сами оценку, готовы ли смузи или нет А здесь мне что понравилось Что в первую очередь я обратила внимание Он его заблендировал до тех пор Ну, не знаю, правильно я говорю заблендировал Измельчил, там перемешал Измельчил до тех пор Пока не появилась максимально однородная масса, консистенция То есть, вот я сейчас вижу максимально легкую перемолотую текстуру То есть, у нас получился прям крем Вот настоящий смузи Очень клево Посмотрим, что может вот этот вот маленький гигантик Так, и как нам ее включить? А теперь ты просто поворачиваешь, получается, по часовой стрелке вот этот стаканчик Страшно Класс! Ну, я своим профессиональным взглядом могу сказать, что мой смузи готов Хочется немножко его еще разболтать со стенок протеин Слегка он мне не размешался Но мы добавим Ну, мы с тобой налили меньше гораздо, чем объем стакана Да Масса, она поднялась вверх ножами И обратно ей нечем зацепиться Ничего, мы сами доработаем Блин, ну, либо долить до полного объема Да, ну, либо вначале молоко смешать с протеином А потом уже добавить к творогу и ягодам Класс! Ну что, будем пробовать? Да, тебе прямо из бутылки можно, но я все равно вот этот еще тебе налью Попробовать вакуумный Давай, давай, очень даже интересно, есть ли какая-то разница? Вообще разница, конечно, у этих блендеров есть И что интересно, что любому сегменту доступен Вот здесь этот блендер помощнее, понавороченнее, подороже Этот попроще, помобильнее, опять же Ну, по мне так вот, так как часто путешествую, мне очень все нравится Это выходит, точнее, заходит воздух в кувшин То есть мы запускаем плавным поворотом Лучше плавно делать, потому что резко, ну, как-то будет такой плюх прям Обалдеть! Смотри, какая шикарная! Да, конечно, консистенция безусловно однородная Ее можно на самом деле даже ложечками Мы добавим немножечко шика Ведь, как я люблю отметить, подача должна быть красивая И всей нашей съемочной команде, которая так трудится сейчас над данным выпуском Мы угостим их прекрасным коктейльчиком Ну что, чин-чинь? Ну, поехали! За ЗОЖ, за спорт и за красоту! В общем, для более... У нас только получилась, знаете, йогуртная текстура Из трубочки достаточно тяжело То есть приходится прям, вот прям постараться, чтобы попробовать коктейльчик Поэтому, если хочется, можно ложечкой Если хочется сделать его более водянистым, добавьте просто чуть больше жидкости А мне интересно, что получилось в шейкере Мне кажется, что все... Ну, у меня получилось вроде бы как пожеже Но интересно, как на вкус Потому что мы не добавляли сахарозаменитель Сюда не добавляли, сюда добавили Класс! Короче, забираю шейкер себе Класс! Очень вкусно И удобно, скажем, на тренировку Очень удобно Очень удобно И знаете, что мне еще нравится? То, что здесь есть вот такая петля Которую можно очень удобно с собой носить Потому что зачастую нету вот таких петелек И ты постоянно держишь что-то в руках А тут можно и повесить, и удобно держать И у тебя, в принципе, руки свободны Как спортсменам, так и обычным людям Я думаю, дома больше подойдет вот этот вариант А так как у него больше мощности Он будет долго-долго служить Вот Ну, а так как ты часто ездишь на тренировки Тебе больше подойдет вот не менее функциональный мини-блендер А мне еще, знаете, что хотелось добавить? Что в таких блендерах Мы, конечно же, не только делаем смузи Но еще я уверена, что можно сделать Все различные крем-суп Можно Я думаю, что, наверное, даже Мясо вообще там реально размешать? Можно, оно как будет рубленое такое Иногда даже получается, что фарш Опять же, зависит все от того, сколько времени будете это делать Да Вот Ну, можно делать У меня есть такой блендер Точно такой же, дома белый Я готовлю крем-супы, я обожаю просто Сухофрукты из малой конфетки делаю Можно, знаешь, заморозить ее потом Так, или полить шоколадом И вот тебе конфетка ПП тоже Класс И смузи, соответственно Вот Здорово Ну что, тогда готовим нашу кухонную поверхность К третьему вкусному рецепту Так, ну что ж Теперь пошел самый интересный у нас Процесс Это приготовление кексов Я их вообще очень сильно люблю Вот Очень интересно будет сегодня Также попробовать Проэкспериментировать Приготовить их в аэрогриле Потому что Мы не будем готовить сам бисквит У нас уже есть готовый вариант Бисквита Это моя любимая компания Праймкрафт Сделала уже универсальную версию бисквитов Которая готовится в микроволновке И сегодня наша задача Будет попробовать сделать Эти кексы в аэрогриле Мне безумно интересно Потому что ранее Я уже пробовала делать их в духовке У меня получилось Но судя по тому Какой у нас получился Меринговый рулет С нашими просто потрясающими белками Я думаю, что у нас все должно получиться И что мне еще очень нравится Что для этого экспресс-вариант То есть даже если вы, например, где-нибудь в дороге захотели Ну, приехали куда-то в другой город Я не знаю Захотелось что-то вкусненького Вот прям с утра У нас есть уже готовый, быстрый вариант Нам нужно всего-навсего На одну упаковку 50 мл воды То есть это высокобелковый кекс получается И еще что мне очень нравится То, что наши производители Добавляют именно Такими кусочками шоколад Горький Что тоже Ох, немножко испачкалось Потом в конце придает Очень клевый вкус Вам нужна емкость 200 мл То есть чтобы, ну вот, примерно Формочка была ваша Вот такая вот Для того, чтобы Кексик был Ну, поднялся в нужную форму Мы добавляем постепенно воду И наша задача размешать Без комочков Это очень важно С водой тоже старайтесь Не перебарщивать Почему? Потому что Если сделаете слишком жидко И будете разогревать В микроволновке Он может взорваться Смотри, как хорошо Все размешивается Да, кстати Здесь даже И в принципе Другие приспособления Не нужны Давай нам формы Смотри Твоя задача будет сейчас Показать нам еще раз На каком режиме Мы будем готовить кексики Да на том же Просто вопрос Сколько времени понадобится В микроволновке Нужно полторы-две минуты Я думаю, что здесь Ну, давай две Две? Да Ну, давай Ну, интересно же Мне кажется, что Микроволновка Она же излучает Какие-то другие Лучи Берем формочки Силиконовые И в них Выкладываем Наши будущие кексики Значит, у нас сейчас Идет разогрев Разогрев То есть она сейчас готовится Пока у нас будут готовиться бисквиты Мы будем заниматься начинкой Начинка у нас такая же, как и в меринговом рулете Мы используем рикотту Йогурт У нас будет сахарозаменитель И кокосовая стружка Кокосовой стружкой мы будем украшать нашу верхушку Мы обмажем сверху кремом И обсыпем все это кокосовой стружкой Ну, в качестве украшения используем клубнику Можно использовать орешки Нам будет очень приятно, если вы попробуете приготовить по нашим рецептам блюда И обязательно отметите компанию Рамит, Краймкрафт И напишите нам в комментариях, все ли у вас получилось Есть прихватки, Маша Ничего страшного, видишь, вот, все, прекрасно Как оказалось, в нашу форму для выпечки можно поместить еще и другие формы Прекрасно, закрываем И теперь у нас две минуты надо, чтобы сделать крем Погнали Но я думаю, что мы прямо в этой чаше будем делать У нас здесь 200 грамм рикотте Нам надо 50 грамм йогурта Но смотрите сами, как Миндальный Очень вкусно Безлактозный йогурт Добавим мы буквально, ну, чуть-чуть Ну, у меня будет меньше, чем 50 грамм Я просто для аромата хочу его добавить Я хочу добавить две мерные ложечки Потому что мне хочется, чтобы это было максимально сладко Ну, вот и все, и почти все готово Класс Ну, как думаешь, может, еще время добавить? Надо еще времечко Вот смотрите, у нас, вот, когда я пальчиком дотрагиваюсь, очень она получилась, пока еще не схватившись То есть, ну, вот, можно прям проткнуть, и она будет жидкая Поэтому мы смело закрываем И давай еще на минутку поставим Давай, да Ты чувствуешь этот аромат шоколада? Я чувствовала его Все время, что они там находились И у меня стекла слюна Хорошо, что это не сняли Да Итак, мы изначально сказали о том, что мы поставим на 2 минуты Но 2 минут нам не хватило В идеале, конечно, поставить минут на 10 Конечно, смотрите Зубочистка протыкайте Она у вас должна быть сухая Для того, чтобы понять, насколько бисквит схватился внутри Иначе у нас с вами получится брауни Вот, а у нас все-таки пп А брауни с мороженым едят С мороженым мы не едим Итак, что мы дальше с вами делаем? Мы аккуратненько достаем Форма горячая, поэтому мы это делаем быстро Оп, дохватки Опять Ну, а сейчас уже их покажу тебе Может, это понравится? Покажи, покажи, очень интересно Ну, у меня уже руки приспособлены Один раз я достала горячий противень голыми руками Вот это было интересно Да посмотри, какие милые Несут тепло Ой, боже мой Вы посмотрите Боже мой, вот это класс А знаете, что удобно? Можно вот так сделать Оп И ты точно никогда не забудешь, где они у тебя лежат Вот я бы так сделала бы на духовом шкафу Мы с вами делаем изначально кексы в силиконовой форме Почему? Потому что нам нужно их достать Спросите вы, нужно ли чем-то смазывать форму Не нужно В принципе, можно достать и так Если вдруг произошла такая ситуация, что у вас приклеился Я пока еще не знаю, как у нас Но вроде вижу, что у нас вроде как все должно прекрасно отойти Они у нас вроде не приклеились Если вдруг у вас произошла ситуация, что склеился кексик Мы берем с вами либо лопатку, либо ложечку И очень аккуратненько, вот таким образом Просто проходим, проглаживаем наши края Чтобы можно было достать кекс Ну, ни в коем случае не используем нож Либо нож какой-то безопасный, пластиковый, да Чтобы не порезать форму Иначе попадете на денежки И пойдете в магазин покупать себе новые формы Смотрите, я сейчас немножко косячу, тороплюсь Мне уже хочется вот прямо с горячей формы достать кекс Это большая ошибка, потому что снизу еще имеет свойство кекс такого еще испарения То есть получается он еще не остыл До конца не схватился И когда вы будете его доставать с пылу и жару Он может немножко приклеиться внизу Поэтому дайте, конечно, ему остыть Но у нас нет времени ждать Мы ходим прямо сейчас Вот, мы будем доставать их такими, какие они у нас есть И уже остывать они у нас будут по ходу дела Так, ну смотри, видишь, он немножко там приклеился Да Но ничего страшного Он у нас просто еще до конца не остыл Посмотрите, какой получается бисквит Ему надо остыть Когда он остынет, мы его разрезаем Аккуратненько будем смазывать Смотрите, как я накосячила Не дала ему остыть И получается половина моего бисквитика осталась здесь Это печально А может дадим тогда остыть? Да, остальные мы дадим, чтобы у нас вот этого не было Вот, а я хотела еще сказать про время Вот мы увеличивали с Машей постепенно на несколько минут И в итоге пришли к тому, что для этих кексов идеально подходит режим выпечка Который здесь уже запрограммирован Там температура 175 градусов и время 10 минут У нас получилось вот ровно так Ну а пока остывает Мы с тобой подняли в начале ролика тему И так ее и не развили, и не закончили Ты пошла заниматься спортом, потому что муж тебя замотивировал Да, он меня замотивировал В общем, я пошла худеть А он в этот период служил в армии И я думала, что, в общем, пока он служит в армии Значит, он такой придет, а я такая Привет С шоколадным кексом привет Но, в общем, получилось Ну, эффект вау, конечно, он не ожидал Знаешь, что он думал? Он думал, что я похудела, потому что страдаю Потому что я монета И что я бедная, истощала Вот, но на самом деле у меня был вот такой вот План Икса Привести себя в порядок Чтобы, конечно, изменить себя Ну и плюс доказать человеку, что я тоже могу быть в красивой форме Это была для меня очень большая мотивация То есть вообще мотивация близкого человека В хорошей форме Я считаю, что это огромная поддержка Я ему до сих пор безумно благодарна И когда я домой принесла первый кубок Первым делом он же сказал Кому надо сказать спасибо? Вот, ну, конечно, мне было очень приятно У нас такая с ним некая совместная была работа То есть это, ну, зачастую все благодаря ему И возвращаясь к твоему вопросу Поняла, что ты там, да, хочешь стать чемпионом Наверное, это вот, ну, благодаря встрече Вот второй половинке Которая меня вот так вот смотивировала Я с детства занимаюсь спортом С трех лет У меня разные за плечами виды спорта И, в принципе, у меня были уже и победы В других направлениях Но вот именно фитнес Меня привел муж Поэтому я желаю каждому Пробуждать в себе вот эти вот чувства Качества Стараться никогда не расстраиваться Да, то есть Если что-то не получается Это дело времени Обязательно все получится Вот Я все сказала Давайте переходить к кексам Вроде они у нас уже более-менее подостыли Так, тут я, конечно, расковыряла некрасиво Я бы Ой, 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 ой Нет, что такое, не остыли? Не остыла Ну, вот он у нас хорошо разделился Поэтому я его вот так вот сделаю Вот так, оп Кстати, вообще, хотела показать Посмотрите, пожалуйста Какая у нас получается начинка А может быть, я бы чуть-чуть подержала бы подольше Но не факт Потому что верхушка у нас с вами запеклась прям ого-го Он просто не остыл Но посмотрите, как он получается мягкий И не квашняк, как я это обычно говорю То есть он у нас получился хороший Идеальный, я бы сказала, для бисквита То есть его не нужно ни пропитывать, ни увлажнять ничего Он уже сочный То есть вы его можете просто съесть и все И будет очень вкусно Подождать только просто Да, вот видите, вот здесь Ну, я просто вот так аккуратненько его сделала Мы его, может быть, даже используем в качестве бисквита Кстати, очень хорошая лопатка, она достаточно гибкая Да, у нас классные такие лопатки Мне тоже нравится, я использую во всем Вот видите, я почти аккуратненько выложила Мы его используем для нашей пирамидки Так, ну ладно Я бы просто, знаете, я бы просто вот так бы Вот так бы я это все поднимала бы Ну вот это все вот так вот дело бы Оп, не бойтесь, доставайте Видите, вот чуть-чуть он подостыл, все Он уже намного лучше отойдет Давай, иди сюда Оп, берем наш нож Ну что, сколько сделаем, три пироженки сделаем, да? Мы сделаем тебе и нашим помощникам, да? А как же ты? А я на диете На диете? На диете Но я все равно чуть-чуть попробую То есть это тебе сейчас нельзя в данный период? Да, на данный момент такие вкусняшки Ну, когда идет какая-то подготовка у меня Впереди ждут соревнования Я себя ограничиваю даже в ПП-вкусняшках Потому что, ну, у меня идет очень строгий рацион То есть так в межсезонье Либо в какой-то читмил Я могу себе позволить В принципе, съесть что-то вкусненькое Но стараюсь, конечно, себя ограничивать Когда идет прям такой процесс именно сушки Чтобы мы... И вот такие кексы в обычный период жизни, так скажем Не перед соревнованиями Когда лучше кушать? До тренировки, после, через сколько времени? На завтрак То, что забыла На завтрак До 12 часов И не минутой позже 12.01 Закройте рот и выбросите пироженку Ну, конечно, не так строго Но старайтесь, конечно, кушать это все на завтрак Итак, смотри, сколько у нас получилось с тобой подготовки для наших кексиков Что мы с тобой далее будем делать? Нам надо найти более твердую основу Ну, вот, наверное, вот это у нас будет наш низ И, наверное, вот это будет наш низ Потому что верхушку мы сможем красиво потом украсить ягодками и орешками Нам понадобится лопатка и ложечка, наверное, да? Ты промазывай Просто вот прям смело черпай Промазывай нашу А что, вот эту вот? Эту часть? Да Или любую? Да, вот так вот, оп Активно промазывай, чтобы не было пробелов А можно побольше, да? Как я любила? Ну, да Да, можно побольше Когда мы будем накладывать еще сверху следующий слой бисквита Угу, оно применется Клади половинку на вот эту половинку Прижимай, вот он может немножко раскрошиться, но это бисквит Он таким и должен быть Боже, какой мягкий Да Все, сверху его промазывай Можно бисквит, там, кусочек, который там отвалился, его можно приклеить прямо на начинку Вообще, я считаю, что на кухне нету правил На кухне у нас игры без правил У нас полное творчество Да У меня тысяча специй У меня шкафчиков не хватает, потому что у меня там столько всего вообще У меня, кстати, соседи очень любят вечером в двери позвониться И сказать, Мария, а что вы сегодня на ужин готовите? Далее мы берем, промазываем прям вот обильно верхушку Промазать еще и бока Потому что далее мы будем обмазывать это все кокосовой стружкой Мы сейчас берем вот так вот пироженку Поставим вот сюда Оп, тащи ягоды А ягод нету больше А есть? Ели Возьми у тортика, который мы сделали до этого Наконец-то пришло время кушать Пробовать все то, что мы за весь этот не короткий выпуск Отсняли, приготовили И вообще, это моя самая любимая часть Всегда в любом выпуске это минутка того, чтобы поесть Я буду пробовать меринговый рулет А я кексики Ой, боже мой Боже мой Я хочу отметить Посмотреть, какие у нас приборы Красивые Так Ты знаешь, у меня есть одно правило Какое? Когда ты кушаешь впервые что-то новое Тебе нужно закрыть глаза У тебя вначале надо взять кусочек в рот Закрыть глаза Загадать желание И только потом прогласить Ого, ну да Запросто Поэтому давай, самое заветное желание А еще не забывай описывать свои вкусовые ощущения По-моему, это прекрасно У тебя там что сейчас на вкусовых рецепторах происходит? У меня шоколад Много шоколада Очень мягкая Такая консистенция Нежная, воздушная, облачная просто Красота, ты глаза уже открыла? Я уже сказала А желание загадала? Загадала Ну все Все сделала Как договаривались Красота Да Ну давай еще раз Чинь-чинь Чинь-чинь Не зря кофе наливала Маш, хочу сказать тебе спасибо, что познакомила меня с продукцией Prime Craft Хочу сказать, что получился супер тандем и отменный результат совокупности продукции и техники нашей Все быстро, что очень важно, когда много тренировок, либо люди много работают и нужно приготовить быстро, вкусно, качественно вот то, что мы получили Она бывает, но совсем вот нон-стоп режим и людям просто некогда даже замесить какую-то смесь в блендере Есть готовое решение? Ой, мне очень нравится этот вопрос, потому что у нашей компании, мне кажется, есть абсолютно все Если вам некогда готовить себе вкусняшки, мы уже давным-давно все подумали за всех и сделали свои уже готовые вкусняшки У нас, кстати, вышла новинка и мы хотим также сказать огромное спасибо за приглашение, нам очень приятно быть в гостях у такой профессиональной техники Я бы вообще с гордостью могу сказать, мне очень понравилось и мы хотим вам вручить нашу новинку, наши очень вкусные батончики Держите Можно съесть? Ну, потом как-нибудь И знаете, что я тут подумала? Давайте мы устроим розыгрыш среди наших зрителей Те, кто самые внимательные зрители просмотрели выпуск, обязательно смогут правильно ответить на вопрос и выиграть новинку от нашей компании Праймкрафт Нужно ответить, на каком режиме мы готовим всю нашу выпечку Те, кто ответит правильно, соответственно, смогут выиграть очень вкусную альтернативу вкусняшкам, чтобы не самим готовить, а уже воспользоваться готовым вариантом И если несколько человек ответят правильно, мы выберем одного из них рандомно Да, ну а также, это слишком простое задание, ваша задача еще будет подписаться на Праймкрафт и компанию Рамит Дерзайте, подписывайтесь и пробуйте новинку, мне вот уже самой не терпится Пишите комментарии и ставьте нам много лайков Спасибо большое, что посмотрели наш выпуск Подожди, что вам это еще не все Да? Да А ну-ка Ты сделала подарок нашим зрителям Так А мы, глядя на твою реакцию и на то, какая ты лучезарная и очень позитивная, такая целеустремленная Но мы не можем тебя отпустить без подарка Это все решилось вот прям за кадром, за стенкой Боже мой, и мне сегодня достанутся подарки! А я еще лайк не успела поставить нашему выпуску А мы тебе аж два подарим Ну тут вообще один-два в одном А один тот самый мини-блендер, который тебе так понравился Ты сможешь брать с собой бутылочку на тренировке, делать смузи, муку, фарш Ой, я аж вся мурашками покрылась, это что все мое! Все твое! Офигеть! Все здесь твое Так как ты часто ездишь, мы уже не стали тебе дарить большой стационарный, высокомощный Спасибо Вот такой, а еще два вакуумных контейнера Ты на тренировочку поедешь со смузи, да? А еще можешь сюда положить что-то готовое, да хоть ту же пироженку Положишь, завакунируешь Обалдеть! И будет у тебя свежесть, и будет у тебя вкуснота всегда с тобой, везде, повсюду У меня сегодня второй день рождения Вау! Вот, их тут два Клево! И насосик Вот это да! Так что пользуйся Офигеть! Вот так вот, ребятушки, поэтому готовьте по нашим рецептам и готовьте с правильной техникой И получайте, конечно же, подарки Вот Главное, я считаю, что пользу вынесли наши зрители Они увидели комплекс домашних тренировок, можно сказать А также они увидели, как можно готовые заготовки взять быстро, просто, вкусно все сделать самим Офигеть! Ну давай, я тебе помогу Конечно! Вот, держи! Приходи еще! Спасибо большое! Вообще, прям, просто супер! Спасибо тебе! Надеюсь, что мы воплотили маленькие твои желания, может быть, исполнили прямо здесь и сейчас И пусть наши зрители воплощают мечты в реальность! Всем пока-пока!